Двигаться вперед сквозь время и обстоятельства. Меня поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома. Друзья, привет! Вот вам отличный лайфхак. Беру пару клипс для полипропиленовых труб и один металлический уголок. Для начала поджимаю уголок в тисках, а потом зажимаю и распиливаю пополам. Далее перехожу в нужное место. Беру в руки уровень и черчу пару линий. Закрепляю два металлических уголка на саморезы. Сверху же креплю на саморезы клипсы. Расстояние не говорю, так как у всех могут быть разные. Ну и за пять минут у нас получилось отличное крепление для садовой тачки, которая теперь всегда будет на своем месте. И не придется ее больше искать по участку. В огороде нашел старую заглушку от канализационной трубы и из нее сейчас сделаем крутой органайзер. Немного почистив, сверлю отверстие на 4 миллиметра около края. Беру длинный саморез и через шайбу закручиваю к низу верстака, не затягивая до конца. Таким образом у нас получился отличный карман для хранения ходового крепежа прямо под рукой. Он не валяется на столе и не мешается. И при необходимости его можно заменить в зависимости от различных задач. А чтобы узнать еще больше полезных советов и хитростей, то переходите ко мне в телеграм-канал Домашний Массер. Там вы найдете отличные идеи для строительства и ремонта. Весь контент здесь и сейчас. Всем рекомендую и ссылка будет в описании. У меня много разных контейнеров с различным крепежом. И эти контейнеры часто забиваются различным мусором. Если мы засосем пылесосом через шланг, то и крепеж отправится в Нарнию. Поэтому берем строительный скотч или малярную ленту. Отрываем кусок и заклеиваем шланг. Далее гвоздиком или шилом делаем много мелких отверстий. Включаем пылесос и наводим марафет. Берите на вооружение отличный хак. Если нам предстоит делать много одинаковой разметки, а с рулеткой или угольником бегать не ахти, то выручит обычная струбцина. Снимаем верхний зажим. Выставляем направляющую на необходимый размер. И можно смело чертить много одинаковых размеров. Собрал в мастерской обрезки фанеры. И сейчас сделаем полезную приспособу. На распиловочном станке сначала делаю направляющую шириной 10 сантиметров. Длина примерно полметра. Даже не замерял. Далее два квадрата 10 на 10 и одну заготовку 10 на 20 сантиметров. Края у направляющей надо закруглить. У остальных заготовок это уже по желанию для эстетики. Делаю разметку и срезаю лишнее. Выравниваю и собираю в единый механизм. Прижав струбциной, сверлю все три заготовки сверлом в 10 миллиметров. И так же размечаю направляющую. От краев взял по 2,5 сантиметра. И ставлю метки каждые 4 сантиметра в шахматном порядке. Затем сверлю отверстие. Где-то восьмым сверлом, а где-то десятым. Далее с торца закрепляю последнюю заготовку. Намазал чутка клеем, закрепил на пару гвоздиков и закрутил на саморезы. И теперь осталось закрепить аппарат к стене. У нас получился отличный органайзер для отверток. Теперь всегда на виду и легко брать в работу. Нигде не валяются по ящикам и всегда на своем месте. Напишите, какие идеи вам понравились больше всего, а какие нет. Поставьте лайк и подписывайтесь на канал. И так же не забывайте залетать в телеграм-канал. Там много чего интересного. Всем желаю хорошего настроения. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok